Время близится к обеду. Я дома. Волосы почти досохли. Настроение супер. Занимаюсь домашними делами. А именно готовлю. Готовлю. Погода у нас стала потеплее. Ну, потому что день, потому что распогодилось. У меня сейчас на плите овощи. Я вам сейчас покажу. Очень вкусно будет. Очень вкусно. Балкон открыла. Видимо, из-за лука глаза режет. Видимо, из-за лука. Сейчас покажу. Время без 10 часов. Осталось мне порезать перцы вот эти вот. И один томат. Возьму крупный. Обязательно все пойдет сюда. А здесь у меня упаковка говядины. 400 грамм оставшиеся грибы. Четыре картошки. Две моркови. Два лучка. Тыквы. Пять или шесть штучек. Ну, сейчас скажу, какие вот. Так. И грибы оставшиеся. Тыква же на рынке режется. Примерно вот на такие вот дольки. Так вот, пять или шесть вот таких вот долек. Ну, такие достаточно большие. Еще на один прием пищи. Хочу тыкву сделать с бараниной. Это очень вкусно. На обед пригласила Ирину. Представляете, она мне что написала? А Инна, я хочу дома побыть, полежать, отдохнуть. Я думаю, как я тебя понимаю, Ирина? Как я тебя понимаю? Все делаю, конечно же, я на оливковом масле. Мусорки. В мусоре. Мусорка, битко. Смотрите. Мусорка, битко. Но тут еще упаковка от... Блядь, какая упаковка? Бутылка от минеральной воды. Так. Мне нужно вылить остатки оливкового масла. Мне нужно купить сегодня кофемолку. Обязательно. Обязательно мне нужно купить кофемолку. Так. Остатки вылью. И нужно будет маслечко уже покупать. Штатива нет. Все делаю одной рукой, как обычно. Я Ирине говорю, да ты давай не отказывайся. Возможно, возможно, у тебя... Я тебе, когда пришлю фото вот своей еды, может быть, ты и прибежишь ко мне. Может быть, даже на машине, на такси пригонишь. До какой степени будет вкусно? Такая, ну ладно, типа того, что Инночка, отправляй. Так. Это остаточки оливкового масла. Так, 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 так. Все. Вот в Турцию приехала, ни разу не покупала. Обыкновенное масло. Все жарю, все салаты заправляю только на оливковом масле. Мне кажется, это невероятно круто. Сегодня планирую еще сделать... А, нет, не сегодня. Завтра. Нет, короче, когда съем вот это вот, сегодня... Сегодня буду есть и завтра буду есть. А послезавтра... Так, сегодня у нас что, суббота? Я даже не знаю, какой у нас... Да, сегодня суббота. Сегодня в понедельник сделаю салат из свежих овощей. Ну, может быть, завтра сделаю. Может быть, завтра сделаю. Огурцы, помидоры, перцы, петрушка. А, сегодня овощи тушеные, овощи такие... Больно много овощей, я хочу сказать. Сегодня еще хочу зайти купить баранины, чтобы было очень вкусно. Очень-очень-очень. Все перемешала. Вот этой ложкой деревянной. Надо закрыть крышкой. И все. Так, это овощи, вот эти вот, не овощи. Перчики у меня помыты. Нужно помыть помидор и все сюда. А так, что блюдо у меня уже почти готово. На финишной прямой. Ой, как я люблю свою еду. Как я люблю, как мне вкусно кушать свою еду. Как мне вкусно. Так, как я готовлю, никто не готовит. Я очень вкусно готовлю. Просто ум отъешь. Саня, подумайте. Говядина, грибочки, тыква, картошки, морковь, лучки, помидоры и перцы. И все это тушеное в собственном соку. На оливковом масле. Это такая здоровая еда. Это все без соли. Это все, это идеально. Это очень вкусно. Это охуительно просто. Так, остатки сейчас стекут. Кстати, я еще забыла перечислить, что еще помидоры и перчики. Это будет, это просто, это роскошно. Сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Но для тех, кто любит овощи, это просто, знаете, такой вариант. Это обалденный. Осенью я понимаю людей, которые просто тушат овощи, едят. Наслаждаются своими овощами с огородом. Ох, ой-ой-ой-ой, какая крышка горячая. Такая крышка горячая. Приготовишь одну кастрюльку вот еды, которая уйдет за день, а то за полтора. Так можно поменьше сделать огонь. А за день за полтора ебешься, блядь, на кухне полтора часа. Мусорки полный этот. Здесь тоже полный этот. Короче. Неблагодарное это дело готовить? Неблагодарное. Сейчас до последней капельки оливковое масло стечет с бутылки, и я вылью туда, чтобы было пожирнее. Так, 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 так. Остатки оливкового масла. Каждая капелька на счету. Я очень экономный человек. Видите, до последней капли. До последней капли. Так, это сейчас мы выбросим. И перчики. Перец невероятно вкусный. Невероятно. Немножко получается с этими семечками. Но это не страшно. Это же натурпродукт. Семечка куда-то сюда ускакала. Услышала. Раньше я промывала. Сейчас нет. Ой, чуть не прорезала. Ну ладно, пускай будет так. Как мне будет вкусно. Господи. Как мне будет вкусно. Видите, я что хочу? Хочу выпить вина. Я хочу выпить вина. Хе-хе-хе-хе. Ммм. Какой сладкий. Ммм. Очень сладкий перец. Че это, блядь? Подогнулось. Видите, шоколадки не сжиру. Три шоколадки. И эти шоколадки. Сдувай. Какая вкуснота. Надо перемешать. Даже днем приходится снимать, видите, с освещением. А вот если бы у меня было здесь освещение, вот это. Так вот, было бы классно. Смотрите, блюдо уже принимает такой готовый вариант. Сейчас покажу. Чтобы ингредиенты были, все просматривались. Так. Это вот мясо. Вот это вот грибочки. Это тыква. Это помидорка. Это перец вот зеленый. Это перец. Это помидор. Тыква. А чуть больше ничего и нет. Ой, блядь. Это, знаете, это сказать, что это будет очень вкусно. Это значит ничего не сказать. Еще чуть-чуть все вместе тушится. Чуть-чуть. Три минутки я отключаю. И оно дойдет. Собственным соком напитается. Еще минут 10-15 постоит. Все ингредиенты между собой поженятся. Я так люблю это слово. Поженятся. Очень люблю эту фразу. Поженятся. Я пока в это время вынесу мусор. Потом приду и буду кушать. Может быть, налив себе бокал вина. Может быть. Хотя время день. Ну, какой бокал вина? Время час. К обеду Инночка готова. А знаете, за обедом, а почему бы не выпить бокал вина? Так, надо к Лене занести вот эту вот тарелочку. Она мне с творожком ее давала. Все, мои любимые. Готовьте по моим рецептам. Кушайте правильно. Питайтесь вкусно. Короче, кушайте то, что хотите. Все. Люблю вас. Обнимаю. Целую.